Челябинск Но вскоре город понял, что в степи скучно и решил делать бизнес. В торговле он обходил в России почти всех, особенно по чаю. Иногда заводские соседи смеялись над ним. Что, Челяба, всё торгуешь? Но город лишь пожимал плечами. Они просто завидуют. А как же кослинское литьё? А златоустовские клинки? Я, можно сказать, зауральский Чикаго. Думал про себя город. Здравия желаю, Челяб Аркаимыч. И вообще, вот возьму и не буду продавать им чай. Но пришли другие времена. Город понял, не время торговать. Время забивать стальной кол в сердце агрессора. И вместе с товарищем Магнитогорском, городом зловещего чёрного треугольника, Челябинск дал стране металл. В трети наших танков и снарядов была сталь этих товарищей. Потом город понял, чтобы отвадить прочих агрессоров, стране нужна особая защита. Именем Курчатова. Тогда многие думали, что город изменился навсегда. Что тяжёлый металл навечно залил его душу. Но нет. Он был солдатом. Торговцем. Рабочим. Но всегда оставался городом для людей. В его центре не адская яма, а огромный лес. Местный арбат Кировка не дымный конвейер. А настоящий музей. А челябинцы не мрачные механизмы. А жизнерадостные, улыбчивые, трудолюбивые творцы. Среди них летний бард Олег Митяев. Аристократичный искусствовед Святослав Белзе. Изысканно точная волейболистка Екатерина Геймовер Гамова. Вот такой этот город, пропитанный загадочной энергией Аркаима. Окружённый неземной красотой Таганая и Тургаяка. С мощной мускулатурой заводов и носом нечувствительным к дыму. Большой любитель спорта на льду, скоростного метро и вкусных горбулок. Он не суровый терминатор. Здесь просто работают на совесть, крепко стоят на ногах и не кланяются угрозам. Даже если те приходят с самого неба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова